Здравствуйте, земляне! Я Александр Дог. Сегодня я хочу рассказать об одном нашем подписчике. Его зовут Николай Белов. Он из Нижнего Новгорода. Что я хочу о нем рассказать? Ну, сейчас пойдем в сад, и я по дороге в сад расскажу о Николае то, что знаю. А это вот его подарок. Видите, пушка с Нижнего Новгорода. Вот она так вписалась здесь. Сейчас я переключу камеру и расскажу об этом человеке все, что знаю. Мне так нравится этот подарок. Такая пушка часы. Куда хочешь направил их, хочешь сюда, хочешь туда. Такой подарок памятный. Вот уже года три-четыре назад, как мы были в Нижнем Новгороде. А память о Николае осталась. Ну, не только в виде пушки, но и в виде воспоминаний. Сейчас я расскажу все последовательно. Когда мы с Викторией поехали в Нижний Новгород, ну, собственно говоря, мы поехали уже кому-то на деревню к дедушке. А там был конкретный человек, который нас ждал. Говорю, приезжайте, встретим вас. Ну, что и было сделано. Была встреча, она есть на канале. А тебя тогда не было. Ты еще не родилась. Здравствуйте, земляне. Я Александр Док. Вот стою на Нижегородской земле. Видите, вот они, какие красивые здания. Нет, я еще не вас снимаю. Вот ребята. Я сидел, я селфи включил. Вот ребята. Вон Миша, вон Рома, вон Николай. А вон там Виктория ходит, уже там билеты взяла куда-то. Вон она сзади. Вот. И мы не успели. А ребята, привези презент нам. Ну, презент такого дела. Да. Попробуем. Ну, да. Очередной брезент привезли. Вот. Тот раз, как говорится, тоже небольшой подарок. Сейчас от души все это. Это будет от души. Да. Вот. То есть, хотели погулять по городу тут. Договаривались, что Александру некогда. Виктория говорит, что реально пацаны. Помните фильм? Да, 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 да. Самый мой любимый сериал. А что, я тоже оттуда. У меня тоже был свой ваванс. Да, да, да. Свои колены были. Все там было. Похожие, кстати. Есть что-то, да? Есть, есть, есть. У нас ваван был один. Вадим, только его звали Леха. Ну, так вот. Вот. Поэтому я это все. Я вот посмотрю, потому что я там был в своей жизни. У тех пацанов. Все мы пацаны. Конечно. Конечно. Ну, я перебил, Коль. Да ничего страшного. Вообщем это. Что хочу сказать? Говори, да. Просто хочу сказать простые слова. То, что очень рад, что встретился с Александром. Вот. Если честно, не верил как-то. Ну, как бы разные, можно сказать, полюса. Да. Ну, это далеко. Да. Ну, я рад, что встретился, естественно, это не то, что... Смотришь? Самое главное, то, что оказалось хорошим человеком, как на видео. Вот сейчас мало таких, если честно. Просто человек сразу видно. Видео тоже все хорошие всегда смотрю. Особенно, когда после работы бывает и нервным приезжаешь, и что-то не получается, и грустно, и так далее. А видео включаешь, и как-то на душе становится легче. Вот. Вот таких бы побольше людей, как Александр, если честно. Пошли со мной. Кстати, у Николая был вот такой же, тоже черный бульдог, как Марсик. И он в память о своем бульдоге зашел на наш канал, так и остался на нем. Николай, скажу одно, что у нас на канале пацаном женщины. Мужчин мало, ну, даже скажу, в двойном смысле мало. Мужчин, в смысле мужчин... Ну, в то, что они не просто мужского рода. Пошли. А мужчины с такой, с большой буквы. Вот Николай относится к одному из таких мужчин. Он простой, бесхитростный, прямолинейный. Не виляет туда-сюда вашим-нашим. Вот это его отличительная черта характера. Он такой же прямолинейный, как и Марсик. Марсик, пошли. Вот Марсик ходит по прямым периметрам. Он зигзагами вот так не ходит. Прямо пошел и пошел. Николай самостоятельный человек. И добился в жизни всего сам. У него свое предприятие по продаже газелей. И не просто он их берет, покупает и продает. Он их всячески реставрирует, предпродажную делает подготовку. Даже у него есть производство, где он делает кузова. Кузова, будки. Все это на его предприятии. Он меня приглашал. Приезжаю, покажу. Ну, мы, честно говоря, все это быстро, спонтанно было в Нижнем Новгороде. Мы не успели. Он нас приглашал и на шашлыки, и поехать на лодке покататься. Ну, мы как-то... У нас столько было всего запланировано, что мы ничего не успели. Хотя я помню приглашение. И вот Николай, это деловой человек. Вот я сейчас вставлю вставочку, где он записал обращение ко мне и к землянам. Ну, кто смотрит давно канал, помните, как мы встречались в Нижнем Новгороде. Николай был не один. С ним еще были ребята. Миша, Рома, парни. Они тоже смотрят наш канал. Вот сейчас я сделаю паузу и вставочку, где Николай обращается к землянам. Александр, дорогой мой друг, приветствую тебя. Давненько мы не виделись, только все по перепискам в основном. Хочу передать тебе большой привет твоим собачкам, бульдогам, лирику, особенно Марсику, бульдогу черного цвета. У меня тоже был бульдог. В свое время 8 лет прожил французский бульдог. Вот, тоже черного цвета. Но была сучечка, звали Вьюга. Вот. Через 8 лет ее не стало. Хочу передать также всем привет, как там у вас, называется, землянам на вашем канале. Что хочется сказать, Александр. Вот этот подарок от души, так сказать, не ради там что-то, чего-то хайпа, не хайпа, какого тут хайпа. Все мы люди, все мы человеки, да, так сказать. Просто решил сделать небольшой такой сюрпризик, так сказать, подарочек для собак. Вот. И, естественно, для тебя, Александр. Вот. Небольшой подарочек. Отослал мой друг, я ему сказал, Михаил Шаманин, потому что мне было некогда, я по работе туда-сюда. Вот. Ну, вы знаете, Александр, что у меня тоже свой бизнес, как говорится, лишнего времени мало. Вы должны меня понимать. То есть, отослал мой друг Михаил Шаманин, а покупал все лично я сам. И собачка мы вам. Вот. Такой небольшой сюрприз, подарочек, так сказать. Чисто от души, душевно в душу. Вот как-то так. По поводу той ситуации с лириком, ну, я не знаю. Люди обсуждать любят, конечно. Лирика, конечно, мне тоже жалко, но хозяину виднее. Если тем более между ними терки были, разборки, и постоянные вот это вот, непонятно что, то, конечно, правильно сделал, что Александр отдал его. Но отдал, опять же, не чужому человеку, а своему. Серега, кстати, тебе тоже привет. Ты, наверное, канал смотришь. Садовнику, садовнику. Вот. Виктории, отдельный привет. Короче, всем привет. Всего самого наилучшего. Вот. Всем, как говорится, добра и мира над головой. Ну, я думаю, в целом, небольшой такой сюжет, ролик достаточно будет для канала Александра Дока. Всем пока. Вот. Простой, бесхитростный человек. Но, знаете, вот такой простой, бесхитростный человек, а с ним можно пойти в разведку. Потому что он такой вот. Как-то у меня к нему есть доверие. Он не просто такой бла-бла или ля-ля. А человек дело. Человек, который сам добился чего-то в своей жизни, всегда вызывает у меня уважение. Здесь ветерок. Марсик, Семейка. Семейка. Марсик, иди сюда. Иди, Марсюшка. Вот. Отойди. Отойди в сторонку, я хочу тебе на фоне цветов. Марсюха, Марсюшка. стой же ты. Вот так вот. Поймать Марсюшка в кадр это целое произведение искусства. Он сидит на месте. Так же, как и Николай. Вот он успевает тоже предприятие совести, заходить на канал, пишет комментарии всегда. Но прямолинейные комментарии. Правдивые, не льстивые. Вот что мне нравится в Николае, что он никогда не льстит. Говорит так, как есть. И все. И многих, конечно, прямолинейность пугает. Ну, я привык. Я тоже человек прямолинейный. Ну, в каком смысле прямолинейный? Нет, я не в том смысле, что одна извилина в голове. Нет, я в том смысле, что тоже могу правду матку рубануть, не боясь, что там кто-то там отпишется или отписается. О, уже зацвело. Сереж, а это что у нас? Вот это вот. Серега, Серега меня не слышит. Вот зацвело. Это же боярышник. пришло извещение на посылку сегодня ехать получать от Николая. Что там, я не знаю. Ну, поеду. А что это такое? это же желудь. Это можно есть. А это в пеньки Серега посадил с грибами. Видите? будут грибы. Решили в этом году обработать сад и даже стволы побелить. Это железный купорос сейчас Сережа призывает. Я уже третий раз ему привожу этот купорос. Ну что, земляне, мне надо ехать на почту за посылкой. Я, конечно, не все рассказал о Николае. Ну, знаете, все невозможно рассказать. Да и не нужно. Есть такой человек, живет в большом городе. Свое дело у него. очень трудно в большом городе пробиться. А он пробился. Вот ему от меня большой респект. Предложили этот круто отпугователь назвать Кузей. Честь Кузи. Ну что, Серега занимается, а я поехал на почту. Кто со мной? Поехали посылку получать. Сейчас еще цветочки у нас тут. Пройдем мимо вот вот Видите? Это уже цветочек. Задумалась. Все. Сейчас еще желтенькие покажу. Вот они. И поеду. Все тут. Ну что, Николай, я еду на почту за посылкой. Мне интересно, что там прислал Николай. Сказал для бульдужек и для тебя, Александр. Интрига? Все, Марсик, я поехал на почту. Всегда загадка. Идешь, а что же там в посылке? Мы раньше, когда письма бумажные получали, помните, друг другу посылали? Да даже открытки и то радость была прочитать, что написано рукой. А сейчас все в электронном виде. И вот только иногда получаем посылки и, конечно, интересно, а что же там? Что же там лежит внутри? Вот поеду. Надо теперь это дело положить в машину. где я буду сидеть? Открыть заднюю дверь. Не все это приятные хлопоты с этой посылкой. Я даже на озоне, когда получаю что-то или в Альберис, и то приятно. все, положил повезу домой. Там Николай говорит, что-то и бульдогом, и тебе, Александр. А что мне? я сегодня кран менял, смеситель на ванной. Потек, залез туда канди-боббером. Там так неудобно, но залез. Значит, еще могу залазить в разные неудобные места. Раньше любил и на деревья залазить, и на столбы без когтей. Просто вот так залазил и сидел на этих на роликах. Ну, чашечки, знаете, которым провода прикреплялись. Раньше эти столбы были деревянные. Вот я залазил без когтей на них. Сейчас, конечно, наверное, уже не залезу. А с когтями залезу. Ну, что, еду домой смотреть, что же там. Всегда сюрприз. Правильно, Николай говорит, что Александр, я знаю, что ты можешь купить все, что захочешь. Ну, как бы, в пределах разумного. Но самый факт, что когда человек посылает посылку, приятно ее получать. А еще, честно говоря, приятнее вдвойне посылать. Я вот посылал там Розе, Алле, Роману. И вы знаете, испытываешь удовольствие, истинно, от того, что человек, вот, даже роза получила, яблоки дошли. А когда мы их отправили, через три дня там морозы, как ударили минус 10, думаю, ну, все, придет, желе. Нет, пришло, значит, вагон отапливался, ну, теперь буду знать, что можно, даже и в Салихард. А Роза говорит, а я никогда свежих яблок не ела, только мороженое. А мне такая радость, думаю, ну, вот, человек поест свежих яблок, своих, сколько хочет. и вот у меня получилось. Ну что, ну, еду домой, буду вскрывать, смотреть, всегда приятно, знаете, что не сам процесс, а процесс ожидания. Вот перед тем, как куда-то идти, например, там, а ты в предвкушении, что ты услышишь музыку хорошую, там, или что-то купишь, или что-то такое, вот, встретишься с кем-то. Всегда элемент ожидания, он намного приятнее, чем сам факт какого-то свершения события. Вот и я специально оттягиваю, где там посылочка лежит, вон она, о, видите, оттягиваю этот момент вскрытия посылки, чтобы насладиться в предвкушении. Марсик, принимай, вот она посылочка, откуда, нижний Новгород, просто посылал Михаил, это друг Николая, Николай сам делал покупки, а Михаил отослал, ну, это может его друг, может компаньон, по крайней мере они всегда вместе, я знаю и Михаила, и Рому, хотя, я уверен, что у Николая больше друзей, ну, это, видимо, самое лучшее, или самые близкие, так, успокойтесь, ну, а это на вечер, приду с работы, на все, подумаю, кого из вас взять в открывателе, кто себя лучше будет вести, с тем я и буду посылку открывать, а ведет у нас лучше всего всех знаете, кто черек и и все и все и Продолжение следует...